Берёт пистолетный раунд для защиты. 1-0. Но Рубина в любом случае молодец. Имея малое количество ХП, практически не имея времени, он выбрал идеальное место для установки бомбы. В итоге он смог её установить. А это немаловажно, ведь Дигнитас сейчас сделает лишь один экономический. Закупятся уже через раунд. Ну и так напомним всё-таки по составам. Команда Дигнитас, четыре датских игрока. Киарбай, Конфиг, МСЛ и Тенский. И, конечно же, есть очень интересный норвежец Рубиньо. Ну и пять австралийцев. ДжКС, Азара, Спанш, Ям и Юстила. Это вот самые новичок команды. Да, кикнули, между прочим, как раз Хавака, того самого бородатого австралийца, любимца публики. Не побоюсь этого слова. Я думаю, что все этого бородатого австралийца уж точно видели хоть раз в своей жизни. В жизни, да. По крайней мере, такой запоминающийся парень. Отличный антиэкраунд от ренегатов. И все-таки, видимо, Хавак слишком много внимания выделял своей бороде, нежели игре. И все-таки пришлось побрить парня. Ну, бороду оставили. Да, но он уже нашел себе другую команду. Он уже играет в другом коллективе. Пытается привести ее к какой-то победе. Но вот, как мы и предполагали, бай от команды Дигнитас. У них есть и арморы, и раскидки, и калаши. Вообще все неплохо. Единственный вот для меня непонятный момент. Это АВП у Яма уже в третьем раунде. Достаточно рискованный момент. Но, наверное, парень в себе уверен. Ну, что хотелось так же сказать о команде Дигнитас. То, что эти парни по-прежнему в борьбе за топ-1 в Дании. Именно об этом говорит их главный соперник, команда Австралии. То, что именно Дигнитас сейчас очень сильно нацелены на то, чтобы смести нас с трона и делать все, чтобы быть всегда лучше, чем мы. Ну и, в принципе, на последнее время у Дигнитас все это получалось. Да, вот кроме, конечно, сейчас начала матча против Ренегейтса. Ну, с Фнатиками, например, в одном из прошлых матчей они дошли аж до овертаймов. Правда, проиграли бедолаги, но 19-17 против Фнатик. Особенно в текущей форме отличный счет. Тем временем движуха в коврах у Стила. Вместе с Ямом делают по киллу размен. Только один от команды Дигнитас. Датчане уже в меньшинстве, к сожалению, для них. При этом на банане по-прежнему находится Тенск. Ищет возможность сделать минусы. Кстати, Эзер он, может быть, и найдет. А может быть, Эзер найдет Тенск. В любом случае, смоук рассеивается. И Эзер, понимая это, отходит на точку Б. Влетает второй обновленный смоук. Тенск понимает, что нужно действовать. Ведь бомба уже близко. Да, чуть-чуть поправлю себя. Последний раз матч у Дигнитас проиграли. Астралист там 12-16, 11-16. Но там до этого, в общем, был повод об этом говорить. Ну, смотрим, чем все закончится. Выход на точку Б. Бомба проходит. Сейчас будет установлена. Вот что будет делать защита. Это уже вопрос к парням. Посмотрите, выпускают конфига агрессивно. Но, походу, он идет обратно. Да, ушел все-таки обратно. Спасла флешка. На самом-то деле, спунш, наверное, даже видел своего оппонента. Но сделать ничего не смог. Флешка влетела практически по таймингу. Ну, и ситуация 3-3. Конечно же, Орденгейтс будут выбивать. Спунш уже занимает позицию. Выходит из церкви. Холповать ему будет Джейкос. И вот он, минус от Спунжа. Хорошее начало. Норвежец отлетает. Тенский конфиг. Датское звено команды. Тенский едва не забирает своего оппонента. Его пытается выкурить из секрета. Однако Тенский справляется с премьем. Забирает Спунжа. Но на этом, да, доминация заканчивается. Джейкес. Фраг по Тенске. Хотя стоит отметить, да Чанин сделал все, что мог. Все-таки справились австралийцы. Справились. Просто молочаги. Конечно, непростой раунд. По экономике, друзья, извините, что мы не отметили. Но мы, когда не отмечаем такие моменты, мы прекрасно понимаем, что нас смотрят прошаренные ребята. И понимают, что будет хорошая закупка у Дигнита с третьим. Там и бомбы были. И оружие хорошее получилось. Но, опять же, австралийцы останавливают. И АКМы там с полной закупкой. И по-прежнему Ямавик Юстила играет СМС-кой. Два кольта и калаши у АЗР. И, в общем-то, хорошее настроение. И все шансы на победу в этом матче остаются у Ренегейтс. Но самое главное, чтобы это не были те самые три последних раунда австралийцев в этой встрече. Да, я же, дорогие мои, напомню, что мы с вами смотрим Best of One. Нет шанса на ошибку ни у той, ни у другой команды. Ну и понятное дело, что в основном Best of One играют на пользу команде аутсайдера. И с аутсайдером, на мой взгляд, является Ренегейтс. Но пока АЗР доказывает обратное. Просто хоронит четверых игроков. Команда Дигнитас на банане, блестящий спрей. Еще раз обращу ваше внимание. Большинство дачан играло с армором. Отлично затопил. Просто великолепно дожимают последнего. Без потерь. Просто супер для экономики австралийской команды. 4-0. И, знаете, такое начало, что после двух матчей до этого я уже ожидал вот именно такого, если честно. Вот нежданчика какого-нибудь австралийского. Причем очень уверенного. Ну и что-то заходит. Хотя, согласитесь, мы все, наверное, вот любители Counter-Strike ждем датского КСа сейчас. Ну, большинство, я думаю, да. Вы в чате, друзья, можете написать, за какую команду вы болеете. Ставьте название команды Сердечка рядом. Может быть, какое-то. Или КАП. Посмотрим, сколько вас там есть. Но, что хочется сказать. Рене Гейтс. Команда даже там, мы не берем Хавака, да, которого вот набрили. В целом, эта команда проходила на мейджор. Это неплохой австралийский коллектив. Из группы они никогда не выходили. Но показывали уверенную игру. Однажды... И были результаты. Да, однажды на одном из чемпионатов они даже умудрились обыграть... А, нет, они в ничью сыграли с Нипами. Вот в чем был прикол. Они выиграли первую карту. Там вообще без шансов раскатали. И едва-едва не выиграли. Второй, 16-13 буквально был счет. Ям тем временем ловит Эмаселя. Очень просто оказалось вообще. Первый фраг вообще печальный для Дигнита. Просто на ровном месте погибает их игрок. И теперь уже в меньшинстве атакуют. Ну и посмотрим. Пока что, видимо, в центр готовы выйти три игрока. Через дымы проходят. Но в это время бомбы находятся в яме. И, в общем-то, гораздо ближе, наверное, к точке Б. Вот, мысленно. Ну и Зер, очень хорошая позиция. Он под плачку вырывается. И посмотрит, сносит сразу две башни. Король не третьего Рубина, пытающегося открываться из бойлера. И вот он результат. Айзер, которого должен был контрить. Уже второй игрок на размене сделал сразу три безразменных минуса. Браво Ренегейтс, браво Айзер. Казалось, что Рубинит должен дать минус. Но что-то он ни пульки не попал. И вообще печальная игра. А тем Дигнитус продолжается. И, честно, начинает меня радовать эта квалификация мейджора. Очень веселые игры мы наблюдаем. Вот сейчас уже под ночь ближе к утру. Красиво. Что ж, Тенский не сдается. Делает один минус. Оставшись красным, он забирает второго Джейка со времени. Однако у него нет абсолютно никакого. Его контрят со всех точек, кроме тестпауна. Айям в итоге забирает его при попытке открыться в мидл. Ну и вот он повтор изер. Давайте посмотрим. Хирбай должен был делать этот килл. Посмотри, конфиг просто стоял и перезаряжался. У Рубина тоже ничего не получилось. Вот знаешь, вот такое стечение обстоятельств. Тайминги. Бойлер не успел. Хирбай не законтролил. А вот не помню, кто там еще. Конфиг стоял и перезаряжался. Тайминги. Ну и феноменальная стрельба. Если честно, я вижу какую-то вот сверхконцентрацию от Ренигейтс. И где-то вот как-то где-то вот расслабленно пока что выглядит команда Дигнитас. Возможно, мы ошибаемся. И это соперникам не дает играть. Но пока что все печально. Снова опен фраг. Есть от Яма. Энтри килл. Отлично. Отлично. 4 в 4 ситуация. Однако у Стила рокирует шорт и не справляется. Хирбай и МСЛ практически одновременно делают по минусу. Датчане наконец-то выходят в численное большинство. При этом точка уже абсолютно свободна. Бомба установлена Джейкас Айзер. Понятное дело, будут выбивать вопрос в другом. Что у них получится? Ведь слишком хорошая позиция у датчан. Ну не знаю. По идее, вроде бы 5-0. Но там интересно, что с экономикой. Это раз. А во-вторых, по идее, тут должны сделать все как по учебнику. Отличные позиции. Есть минус Авика. Последний никуда уже не идет. Джейкас. Ну и в общем-то поздравляем Тим Дигнитас. Все-таки начали заходить раунды не так поздно. 5-1. Это еще не самое страшное. Ну, опять-таки, да. Дигнитас взяли раунд. Да, неплохо. Да, красиво. Но ошибка в шорте от австралийцев имела место быть. Шорт, в принципе, там контрился. Контрился неплохо. Датчане стояли на главке не слишком уверенно. Но хорошая стрельба, хорошие тайминги. И у Дигнитас, в общем-то, получилось агрессию на шорте как-то законтрить. Ну и взяли они для себя тоже крайне важный раунд. Ведь это был второй девайс. Если бы они его проиграли, то все было бы хуже. Там и шестой у Ренегейтс был бы экономика, опять испытывала бы какие-то трудности. Но нет, все окей. Я берет АВП снова. Ну и снова, в принципе, уже можно сказать, что у Тим Дигнитас больше денег остается. Если они забирают раунд, Ренегейтс, скорее всего, будут играть экраунд. Вряд ли они там решатся на форсированный. Хотя все, опять же, от многих факторов зависит, будет ли какой-то сейв девайс и так далее и тому подобное. Ну что ж, видели мы задумку небольшую в районе нычки, в районе зелени, пятерки. Называйте, как вам удобнее. Там у каждой команды, опять же, у каждого региона своя инфа. Ну и видим, что Ренегейтсы пытаются угадывать. Стягивает четвертого игрока за счет довольно агрессивного ямы на банане с авиком. Ну и, в принципе, наверное, это заходит вовремя. Опять же, за счет АВП у них здесь четыре игрока. Да, здорово. На самом-то деле банан контрится хорошо. Банан контрится ямом. Он, в случае чего, может очень оперативно дать инфу хорошее укрепление. Самое главное, что Дигмитас это не читает. Они не понимают, ну и не могут вообще-то понимать, что это укрепление. Ну, по идее, какомная команда, они бы все равно должны были там дочекать, додавить банан, отжать территорию, а потом бы вышли бы сюда. Но, тем не менее, выходят, в принципе, можно сказать, без инфы. Ну и это беспроблемно пока что для Ренегейтс. И Джейкс мог бы, мог бы на самом деле уйти, но словил азарт. Решил постреляться с главкой еще немного. Хотя, что самое интересное, его и контрил Рифлер, и пытались выкурить Молотову. Он дал ответ. Попадает. Да, лишился всего 19 хп, и все равно вот не ушел. Хотя мы видели, что прицел Яма был немножечко в другой стороне. Видимо, он неплохо так успел просто проскочить, надернуть, накинуть прицел на соперника. Ну что же, выход. Здесь очень много красных. Посмотрите, Юстила может зарешать. Дает минус, падает вниз. Трое игрока пытаются продавить его. Правда, выходит по одному. И это очень опасно выглядит для Дигнитаз. Есть еще один зацепил все-таки Юстила. Конфига. Да, но на размен все-таки парни сыграли хорошо. Могли бы полечь вдвоем, если бы сыграли неудачно. Ям свопает девайс. Это говорит о том, что он собирается убивать. В принципе, ситуация далека от безнадежной. Тенский красный. У Рубина тоже не фулл хп. Значит, да, значит, его могут забрать хэдшотом. Видимо, есть инфа по обитым игрокам. Все-таки понимают, парни, что дальше они сливают. Может быть, стоило засейвить. Но идет брать. Видимо, есть инфа, что один красный. Нужно забрать просто игрока в пленте. Им патронов там мало. Боже, как манцуется Рубина. Патроны заканчиваются. Ям берет в руки Юст. Сносит хэдшот Рубина. И что? Садится дефюзить бомбу. Да, отлично. Великолепное решение. Ведь бомба стоит под шорт. Плохо, но Тенский. Видимо, там все-таки кусочек попы торчал. Может быть, будет повтор. Но мне тоже казалось, что должен быть закрыт. И не должен был быть такой прямой прострел у игрока команды Dignitas. Но имеем то, что имеем. Второй раунд подряд. Сбита экономика. Но все-таки есть бай. Два Фамуса. Ого, что там закупили парни. АЗР шутганом будет действовать. Интересно. С другой стороны... Ковраг, видимо. Да, с другой стороны могут быть вообще на временную ничу с такими баями. Ведь играют за КТ. Но посмотрим. Такие бай, особенно на Инферно, могут взлететь. Да, скорее всего, АЗР будет играть там или где-то на Банане на Б пленте. Или в коврах на точке А. И вроде бы как на Б АЗР играет. И вроде бы все правильно делают датчане. И угадают сейчас. Сбалился шутган на точке. Но это как-то может испугать, кстати, атаку. Давайте посмотрим. Да, уходит плент. Все бросают свои позиции. Перетяжка на точку А. Ну и... Вот что ж. Стоило шуметь? Не стоило? Ну... Само собой получилось. Да, может быть, и не хотел прогонять. Получилось. Мне еще... Может быть, Тенский был надамажен ХАЕшкой. Но немножечко вот АЗР по Тенске попал все-таки. Ноги его там были простреляны. Нам как раз после этого включили X-Ray. Но пока не слишком удачное решение от Ренегейца. Не укрепляется на Б. Тут вообще не стоило стрелять шутгана. Вот для чего? Вообще непонятно, знаешь, что? Дигнитес-то на точку А. Они идут посмотреть. Они возвращаются. Они 100% собираются идти на Банан, который Ренегейц в это самое время пушит. Вот это может быть поворот. Своп девайса есть. Гирбай дает размен. Дигнитес-атака не понимает, что на Банане их могут принять. Спрей не слишком удачно. МСЛ справляется и делает минус АЗР. Размен. Еще один размен от Гирбая. И скаут не взлетает. Да почему они не пошли пушить-то всей командой? Это вот только сейчас. Вроде бы и пошли в агрессию. Вышло два-двое остались. Но просто беда, печаль. И в итоге все-таки, видимо, да, это третий раунд подряд для Тим Дигнитеса. Как все могло получиться? Ну что ж такое-то, парни? Жаль, у Ренни Гейтс... Вот смотри. Извини, что перебил. Вот соперник не знает, есть ли у тебя какие-то девайсы, либо ты играешь эко-раунд. Все, тишина, дым. И тут где-то прямо перед Б, перед носом звучит шотган. То есть, ну тут понятное дело, что стоило... Да дело здесь даже не в этом. Дело здесь в том, что Ренни Гейтс, Ду вообще не поняли, что Дигнитес находится на банане в полном составе. Это был идеальный вариант зацепиться и пропушить банан. Дигнитес на практически пустую точку А не пошли. Они пошли обратно пушить Б в тот самый момент, когда этим пушем занималась и команда Ренни Гейтс. Но австралийцы просто вот в этой ситуации, они именно момент словили хуже. Дигнитес за это зацепились. Они тоже не поняли, что банан пушится, и же нужно разворачиваться и уходить. Но Ренни Гейтс не смогли зацепиться за этот эпизод. И Дигнитес просто вырулили. Парни из Ренни Гейтс вообще, по-моему, не поняли, что тиммейты дали такие классные флешки, что там секунды две с половиной Дигнитес стояли слепые. Но вот эти как раз два парня, они не вышли. И парень шотганом, и еще там за спиной у него был. И тот парень, видимо, который давал гранаты для выхода этого всего, тоже не успел. Да, да и было два калаша. Вот я не помню, кто, по-моему, изер играл с Макс Эвен. В общем, игрок, который реализовал Макс Эвен, он свопнул потом калаш и мог бы открыться на банан и попытаться заспреить в оставшихся игроков. Он зачем-то пошел обратно, его забрали там в бок, по-моему. Там сумбурнейшая ситуация, и Ренни Гейтс теперь вынужден наделать эко. Да, и Дигнитес потихонечку выравнивает этот матч. Если мы немножечко побаивались после счета 5-0, то что очередная супер какая-то сенсация намещается с разгромным счетом, то теперь уже все становится на свои места. Атака начинает набирать обороты. Может и четвертый сейчас раунд зайти. Ну и дальше все в руках обеих коллективов. И, конечно, борьба может и продолжаться. Хотя, честно, непонятно, что там в атаке у Ренни Гейтс. Получится ли побороться против Дигнитес и навязать ей такую борьбу серьезнейшую. Но об этом попозже. Тяжело, тяжело, конечно, будет. Ну и команда Дигнитес прекрасно читает экономику, понимает, что на эко своего соперника лучше выходить на более открытую точку А. Тем более, что укреплена была как раз точка Б тремя игроками. ММСЛ уже палит большие пески, начинает продвигаться сплитом вместе с ними. Могут зажать, кстати, этих двоих игроков. Но вроде бы проскакивает один. Нет, одного цепанули, второго тоже вырубили. Равный размен от Рубиньо. Три в три. Ну и дальше вроде бы с такими Дигнитес дожмут за счет девайсов. Да, GKS вроде как уже на отлете вешает хедшот Рубина. Через секунду его забирает Кирбай. Ям один в два. Да, у него соточка ХП. Но девайс нет. Армора тоже. Сейвить другой стороны не вариант. По-моему, видели ногу. Да, попытается. Ушел в малые пески. Немножко спрятался. Здесь, конечно же, никто уйти. Тем более сделать минус не даст. Пять-четыре. Но, ты знаешь, для ЭКО Дигнитес потеряли все-таки слишком много игроков. Троих. Троих они потеряли при заходе на точку А, на которой изначально находилось меньшинство австралийцев. Вот в чем фокус. Ну и по-прежнему довольно напряженная экономика. Как у Дигнитес, так и у австралийской команды Дренигейтс. Что там, что там очень мало денег. Дренигейтс вообще чуть ли не под ноль закупается. Ну и у Тим Дигнитес там, ну такое, на два девайса, в общем-то, по деньгам. Ну что же, занимает Банан очень быстро. МСЛ дает гранату. Под его флешечку пошел выход. Очень быстро пропушили. И пойдут ли дальше вот в чем вопрос. Либо контур-выпад может получиться здесь от Дренигейтс. Но вряд ли. Ну да, маловероятно. Конечно, с другой стороны, Эзер может. Ну нет, Молотову, понятное дело, что Эзер будет отходить обратно в глубину точки. При этом, что меня удивляет, Смака до сих пор нет. То есть Дренигейтс не верит. Может, Дренигейтс не верит. А, вот, теперь наконец-то. Да, наконец-то он лег. Я думал, не верили, что Дигнитес пойдут их пушить. Нет, Смачок, конечно, все-таки дали. Ну теперь все нормально. Ну теперь всего два Смака остается у защиты, у Азер и Юстила. И посмотрим, в общем-то, как они их будут реализовывать. Потому что все правильно делает Тим Дигнитес. Опять же, не забывайте, чуть-чуть обновленное правило у нас в этом году. Конечно, все про это помнят. И вот там-то, конечно, в чем фишка-то? В том, что на последних секундах у защиты могут быть проблемы с дымами. Особенно это актуально на карте Инферно. А что там? Ну, по ходу раунда защита постоянно дает дымы. Вот то же самое. Б плент. Да-да-да. И в итоге-то кранаты бесконечные. И все-таки вот лишний коридор. Вот раньше старались атаковать последние секунды. Сейчас этих секунд побольше. Да. Ну то, что лейт сейчас немножечко полегче. Плейтовые атаки. Да, атаки. Они полегче. Если защита не оставляет дымы, то до самого конца. Ну и посмотрите, какая интересная ситуация. Да, поздние тайминги. И как бы выход на B. И как бы укрепление на точку B. Но бомба несется на. И вот это может стать проблемой. Но нет. Ям после первого же кила отлетает от конфига Рубина. Забирает у Стила в коврак. Все. Оборона точки А прорвана. При этом, посмотри, под B. Б тоже прорвали. Так же ходит один игрок. Да, и Б тоже прорвали. Б тоже прорвали. Он прошел все-таки в катер и спаун. Заняли позиции парни. И тут, конечно, игра Дигнитаса уже пошла по полной программе. Пятый раунд подряд. Счет 5-5. И, в общем-то, вопрос. А что было вначале? Что было вот в этих пяти раундах? Парни просыпались? Либо нужно было их немножечко подразмять? Ну, посмотрим. Может быть, уже австралийцы. Чем-то нас удивят. Все-таки по факту проиграли только один девайс на пистолетку. Там были эко. Поэтому то, что они отдали пять раундов, вполне закономерно. На мой взгляд. В общем-то, сейчас, да, счет 5-0. Ну и вот, пожалуйста, четыре. Уже пятый команда Дигнитас берет. Не знаю, у Рнигей сейчас, по идее, с экономикой виной будут проблемы. Все-таки шесть они не взяли. Да, им дадут по 2900, получается, за пятый. И этого будет явно недостаточно. Даже с учетом двух засейвенных девайсов. Хотя могут закупиться до 2000, например. И уже видно по игре, что все-таки это те самые Тим Дигнитас, о которых все говорят, которые, возможно, сейчас на подъеме. Посмотрим, что будет дальше, конечно. И это те ребята, которые претендуют на топ-8 в мире. И, я уверен, они даже более амбициозны. Но, опять же, начало против Рнигейц такое сложное получилось. Так, давайте посмотрим, что предложит нам команда из Австралии. Им тоже, по-моему, пора бы что-то поменять. Пятый раунд подряд. Один игрок стоит на РСПе. Побежал, побежал сейчас Пунш. Надеюсь, вот эти проблемы с компьютером у него не будут продолжаться. Потому что только что мы видели какой-то PC-крэш. И, в общем-то, не хотелось бы иметь какие-то технические проблемы в этом противостоянии. Да, не хотелось бы. Дипнито с Вноев действует аккуратно, осторожно. У Стила пытался поджать ковры через бойлер. Но нет, Керба его контролировал. Ну, сейчас все вроде как. Рнигейц делают стандартно. Хотя это любопытно. Ведь девайсы есть только у двух игроков. Но нет, играют по схеме 3 плюс 2. Сейчас 3-4 стягивается с Б. Девайсы не палят, кстати, парни. Очень тихо работают. И вот теперь уже, конечно, пришлось применить. Минус Рубиньо. Небольшой разменчик. Ситуация 4-4 на точке А3 игрока. Готовы принимать соперников. Вот здесь вот как бы яму не ошибиться. Либо МСЛ. Ухлория. И Молотов в карман. Смоук рассеивается. Австралиец отходит подальше. И МСЛ открытие. Изи фраг, конечно же, есть. Да, хотелось бы тебя немножко поправить. Эти девайсы Рнигейт засейвили. Им не было смысла их палить или не палить. Да, да, да. Я потом тоже вспомнил. Да, да, бывает. Обрати внимание, точка Б свободный. И вроде как засланный Казачок в виде Тэнски потихоньку в этом направлении продвигается и работает. Спунш реализовывает. Подобранный девайс забирает конфигура. Измен до МСЛ. Но вот еще одного игрока МСЛ никак не ждал. Бомба, однако, должна быть установлена. Хотя и ситуация 2 в 2. Я тут на секунду контроль потерял. Подумал о том, что будет завтра. Но об этом чуть-чуть попозже расскажу. Потому что я ожидаю завтра просто кучу неимоверных каток. И очень длинных. Хотя матчи по расписанию там по идее на 3 меньше, чем сегодня. Ну там будет последним Best of 3. Но пока же 2 в 2. Установленная бомба, откинутый молотовый дабл. Занятие Сикрита. Спунш находит голову первого. Но здесь двоякая ситуация. Второго в Сикрите ждать уже не должны. Ну боже, как ошибается Тэнски. Как хорошо на этот раздражитель реагирует Спунш. Великолепный спрей. И Bombed has been defused. Причем Спунш был без армора. Казалось бы, он там должен. Без армора? А, да. Как-то быстро отлетать. Вообще непонятно, что Стэнски такое стучилось. Позиция у него была идеальная. Да. Ну, по крайней мере, на первый минус его точно не ждали. Забрали тиммейта в этом тупике. Вроде бы, как бы, это было неожиданно. Хотя многие команды, многие игроки используют, конечно, такие фишки. И мы такое постоянно наблюдаем. Ну что же. Все-таки есть. Сбили, наконец, Ренегейтс. Эту серию из 5 раундов от Team Dignitas. Довольно равненько у нас разменялись команды по 5 раундов. Ну и теперь все-таки выходят, возможно, на уверенную концовку австралийцы. Хотя, наверное, им будет тяжело. Ну, рано пока говорить. Счет практически равный. Дignitas есть полноценный байер. Такие вот хедшоты, как только что сделал конкурс. Забрал спунж. Почекал. Как агрессивно. Посмотри, МСЛ действует. Я думаю, что Устилок такой агрессивный банально не готов. Да. МСЛ забирает еще и Устилок. Ербай жмет точку А с другой стороны. Там находится красный снайпер. Вообще для снайпера это наихудшая позиция в точке А. Вот. Просто разорвали вообще. Вообще какой-то непонятный раунд от команды Ренегейтс. Не, я имею в виду реализация здесь от Ренегейтса. А, Ренегейтс, да. Согласен. Согласен, согласен. И еще раз согласен. Что-то у парней вообще посыпалась игра в защите. И вот только взяли раунд. Казалось бы, это вот все-таки какой-то толчок моральный должен быть для парней. Но нет, Тим Дигнитас все. Говорят, что ребята, все. Мы больше так играть не будем, как в начале. И, в принципе, ну, наверное, поверим Тим Дигнитас? Наверное, поверим. Но здесь вот предыдущий раунд был отыгран Ренегейтсами никак. Эти тайминги, которые просто не ловились, эти непонятные позиции, МСЛ с Кирбаем, которые просто разнесли. Ну, что тут скажешь? 6-6. И опять у Ренегейтс просто нет денег. Вообще тяжело быть в мире контр-страйка. Вот просто тяжело быть командой из Австралии. Да. А то, что еще играть на равных с мировым топом, с такими ребятами, как вот Датчани Тим Дигнитас, это уже красавчики. Ну, мы знаем, что парни могут. Да. И, с другой стороны, парням, ну, квоту давали не на Австралию и Океанию. Парням пришлось посражаться с Азией. Там они играли с достаточно серьезными коллективами. Все-таки вышли. Вышли. Поэтому не просто так. Они не пассажиры, не какие-нибудь кибертуристы. Команда старая. Команда опытная. Бывали на мейджорах. Я согласен. Я больше о тренировках говорю. Что все-таки насколько сложным ребята. Сложным. Ну, и как классно действует Ренегейтс. Посмотрите, три головы. Банан не пропустили. Отличное укрепление. Очень вовремя. Просто великолепно. Конфиг 1 в 5. Тут, наверное, без шансов. Либо он сотворит супер невероятный раунд. И все-таки Ренегейтс еще огрызаются. Седьмой забирают по-прежнему. Будут впереди парни. Но, опять же, все непросто. Ну, довольно странно. Вот после таких смоков понятно, что банан занят. И как бы рвать его, может быть, и не стоит. Была вероятность, что на банане вот за этим смоком мог находиться только один игрок, которого можно было или отогнать флешками, да, или, ну, просто забрать на размене, например. И после этого ворваться как-то на B. Но то, что сейчас Дигни-то сделали, опять же, пушат в смок на два ствола. Не очень. Понятно. Все-таки, например, проводить аналогии с предыдущим матчем нельзя. Где у нас все-таки немного неожиданно выиграла команда, да, вот. Немного. Немного неожиданно. Но тут все-таки, скорее всего, там все-таки очень CLG не в форме пока что. Отлично, выходит Дигни-тос. Казалось, что у Ренгейтсов, если будет вовремя флешка, все хорошо, но ее не было. И, в общем-то, уже 5 в 3. Да, два красных, но все-таки это 5 в 3. Ну, ты знаешь, неуверенно действует. На самом-то деле под флешку могли бы пушить и в этот смок. Ведь понятно, что халпа стянуться бы не успела. Но Дигни-тос... Пока, ну, нельзя назвать это ошибкой никак. Просто пока это очень медленная игра. Вроде, сделав два минуса на банане, и саппорта особо с точки А ждать не стоит. Да, и понятно, что один игрок, принимающий там под твои флешки, а флешек много, вряд ли сможет что-то сделать. Ну нет, Дигни-тос не спешат, ждут, пока смок рассеется. Ну, все, уже поджим пошел в спину в команде Дигни-тос. Два игрока там пытаются продавить через центр. Отличный прием, кстати, получается. Точнее, Ренгейтс пытается давить спину. Извиняюсь, GKS... Да ладно! Да, делает второй минус, дамажит еще и третьего. Понятно, что поджимы со спины теперь уже будут ждать. Влетает флешка, и у Стила делает минус. Отлично, забирает конфига 2 в 2. При этом оба игрока команды Дигни-тос красные. Рубина 5, Ербай 12. У Стила не спешит. Времени пока еще вроде как достаточно. Такое просто необходимо забирать Ренгейтсом. Ну и посмотрим, получится или нет. Неплохо в дым тут нашел Юстила. По-прежнему красные. Два игрока, один Дигни-тос. Очень красный. За B2 стоит Кирбай, и у Стила вроде и хочет его прощекать. Но в последний момент поворачивается спиной. Собирает Трубина. Есть минус от Кирбай. Размен от Яма, но китов нет. Хотя и без китов, по-моему, он успевает. Да, успевает раздефьюзить бомбу. Все хорошо. Но знаешь, что хотелось бы сказать? Еще раз отметить медленную игру команды Дигни-тос. Почему это стало ошибкой? Потому что Джейкос при приеме смог сделать 2 кила. Еще раз повторюсь, Дигни-тос сделали 2 опенфрага на банане. Ренегейтс пытались его пушить. Но после этого их остановил всего лишь один откинутый на выход Смоук. Но в итоге такой вот медленной игрой они сами завели себя в манере. Не знаю, знаешь, что-то там можно было, конечно, и поиграть медленно, отхалдиться. Но вот эта вся ситуация просто была печально разыграна. Но как-то раз уже отошли назад, то в B-плэн как-то порезче стоило залетать. Но не получилось, к сожалению. Ну и вот отличный минус от Яма. Великолепно, агрессивно выходит на центр. Да, тут ничего сверхъестественного. Но, тем не менее, в таком решающем раунде, в последнем, он рискует выйти на центр. И не зря дает минус. Да, дает минус. При этом сам он лишился чуть более, чем половины хп для снайпера совершенно не критично. И пошла атака. Да, по всей видимости, решают в этом раунде играть более агрессивно. При этом по балкону, по-моему... А, не, не было инфекцию, нормально. Изейра Спунж тем временем делают по киллу. Ям также принимает лонг, Ербай падает. Спунж продолжает контролировать шорт и, скорее всего, сделает минус по Рубина. Ластфраг 9-6. Абсолютно стандартный счет в первой половине на карте Дейнферно. У Ренегейтса все неплохо. Опять же, с другой стороны, Дигнитас. Нужно всего лишь одну пистолетку выиграть, чтобы выйти на временную ничью. Молодцы, парни. Молодцы, Ренегейтс, потому что, если честно, я уже думал, что все. Думал, вот все. Вот когда 5-5 стал счет, Тим Дигнитас уже казалось, что датчане все-таки проснулись и показывают свой КС. Но нет, есть еще порох, как говорится, в пороховницах. Ренегейтс дотащили до 9-ти, и, может быть, получится что-то получше. Но это еще не пистолетно, не переживайте, все нормально. Бомба в терровском респе. Поэтому все хорошо. Бомба в терровском респе. Самое-самое главное. Ну и еще раз напомним, друзья, что это первый день квалификации к MLG Columbus 2016. Мейджор ивент, первый в 2016 году, с призовым фондом в 1 миллион долларов США. 16 команд, 3 дня квалификации. С 16 команд в основной ивент попадают 8. Ну и там тоже будет 16 команд. Там уже ожидают 8. Но об этом, ребята, все-таки попозже. К сожалению, для меня не буду так обобщать. Все-таки мейджор у нас будет в такое же позднее время. Да. И, ну, будем надеяться, что визы получат все. Визы? Да. Ты про игроков? Да. Что все доедут и получится хороший турнир. Ну, если же они участвовали на ланг-квалификациях, то, конечно же, доедут. Даши. Есть другие команды, которые посерьезнее. И было бы очень обидно, если бы они не добрались. Ну что же, поехали дальше. Начинается пистолетка, вторая половина. Ну и тут-то посмотрим, что есть в запасе у этих австралийских ковбоев. Ну и понеслась. Выход пока что более-менее вот на Аплент готовится. Занимается дом, занимаются ковры. Один игрок контролирует банан. Четыре игрока защищают точку А. Тут тоже все очень интересно. Но без гранат полностью защищается команда Дигнитас. Без диффузов. Пять арморов. И это тоже такая вот заявка. Юспы. Это ставка на АИМ. На АИМ, которую у Дигнитас действительно есть. У них есть хорошие АИМеры, такие как Ерба и Конфиг. Которые уже ни раз, ни два, ни три показывали, как они хорошо стреляют с Юспов. Что касается команды Ренни Гейтс, что-то они почуяли. Был, по-моему, вот эпизод в секунду 15, когда точка была укреплена четырьмя игроками. Сейчас этого нет. У Тенской любопытная позиция для приема Ланга. Интересно, будет получится у него принять или нет. Как минимум один хэдшот повесить нужно. Нет, смотри, его запирают смоком. Неужели это будет сплит через КТ? Я вижу одного игрока на банане. Да, ребята пытаются сплитовать через КТ. В общем-то, датчанин это читает с другой стороны. Уже поджимает МСЛ. Ям забирает Тенский. МСЛ отходит обратно, но ситуация равная 4 в 4. Ну, посмотри, какая позиция у Яма. Есть минус в библиотеке. Отлично нужно. Но теперь на Б может произойти какая-то ситуация. Там уже вся защита. И лучше вернуться на точку А, которая пустая. Но парни заходят на точку Б. Это может быть самая главная ошибка этого раунда. Минус 2 от МСЛ. Бомба, однако, установлена. МСЛ сбривает Эйзера. Ситуация выравнивается 2 в 2. Очень хорошая позиция у Ямы. МСЛ, однако, вешает хэдшот. Жейка Суяму предстоит защищать установленную бомбу в одиночестве. 85 хп. Занятие церкви. Выход обратно. Бомба при этом уже вроде дефьюзится. И конфиг отлично саппортит своему тиммейту. Бомба... Ну, бомбу прекратили дефьюзить. В общем-то, уж слишком опасная была ситуация. Но времени на дефьюз хватает. Опять же, Дигмитас выигрывает пистолетку. МСЛ минус 4. Вот так. Этот парень просто потащил этот раунд. Вот честно. Без его там фрагов было бы просто, наверное, невероятно. Если бы его забрали там, то чуть ли не в хлам бы выиграли пистолетку игроки команды Ренигейтс. Ну что же, 9-7. Была бомба. И что происходит? Теки, теки. Все-таки сейчас решили закупаться, парень. Очень непонятное решение. Они поставили бомбу. Они могли бы сделать один эк и сделать бай. Имея еще один раунд преимущества. Ну, точно так же, как Дигмитас сделали. Ну да. Единственное, чем можно такое решение оправдать. Ну, наверное, парни не хотят отыгрывать, ну, знаешь, не вполне полноценный девайсный. Потому что в случае его проигрыша они будут делать эк, и тогда уже Дигмитас выйдут вперед по раундам. Поэтому, да, логика здесь может быть ясна и понятна. Посмотрим. Может, у них какой-то интересный просто раунд есть с теками. И ребята в нем уверены. Под раскидку выход на зелень. Здесь тэнский. И не получилось делать ни одного минуса. МП-9 не взлетел. Устила забирает тэнским хэдшотом. Да, МСЛ. Уже помнят, как в пистолетке не получится тут настрелять. Только одного. Вот тут хорошо все запоминает. Ренигейс, посмотрите. Стрельба его подвела-то на самом деле. Согласен. Лу Хипова не забрать. Кирбай прячется за машиной. Забирает яма. Выравнивает ситуацию. Три в три. Но точку Б уже не спасти. Бомба будет установлена снова. Может быть... Есть Кольт. У Азера. Кольт. И может быть кому-то больно. Да, но бомба уже установлена. Дигнитас будут выбивать. Всего лишь один из КТ. И два будут открываться с банана. Ясно, что игроки с тэками заняли позиции подальше. Чтобы их не забрали, не дай бог. Еще и Молотов в руках есть. Сикрет палится. Молотов влетает. Поэтому Молотову Кирбай проходит. За колонной прячется товарищ из Австралии. Азер забирает рубина. Б1 никак не могут забрать. Кирбай. Килл пустила Азер. Саппорт. И Кирбай. 27 кп. Один отходит на сейв. Да, так и получается. Времени нет. Китов тоже нет. Ренегейтс выигрывает раунд, которого я не мог понять. Вот так вот. Просто красавцы. Просто волюшкой. С тэками. Был заготовленный раунд у парней. Сыграли. Ну, если честно, похоже на пистолетный. То есть, в принципе, идея прослеживалась. Но только сейчас вот все те ошибки, которые совершили в пистолетном парне, здесь они их не допустили. И просто великолепно отыгрывает важнейший раунд для этой команды. 6 раундов до победы. Ну и посмотрите, что в ответ залетает. Да уж. Это ответный форсбай от Дигнитос. Крайне рискованное решение. Ренегейтс вообще вышли-то на самом деле на весьма комфортную для себя ситуацию. Что касается предыдущего раунда, опять же, МСЛ. Ну, дважды как-то в одну воронку, знаешь, не очень понятно, да? Не влетела. Стрельба тоже подвела. Первого лухи по... Так и не забрал. Странно это все. Ну, посмотрим, влетит ли ответный форс от Датчан. Что там делает атака? Вот я... Показалось, что они там какую-то подсадку мутят. Нет, все. Дали гранаты. Перетяжка пошла на банан. Забирают игрока. И, в принципе, точка Б пустая. И, возможно, это подозревают сейчас ребята из Австралии. Молотов пошел. Ну, и, в общем-то, тут все понятно. Ну, тут, я думаю, Дигнитос должны сейвить. Не знаю даже, зачем здесь... Ну, можно в следующем раунде отыграть просто такой же. Ну, здесь нет никакого смысла, по-моему, идти и выбивать. Да, по второму миду, по коврам рассасываются Датчани для того, чтобы засейвить арморы, ЦЗшки, ФАМОС, даже какое-то количество гранатов. Не то, что нет смысла идти и выбивать. Здесь не получится пойти и выбивать. Здесь ты просто пойдешь и оставишь там все, что у тебя есть. Сейчас там арморы, конечно же, ФАМОС, ЦЗшка, Дигл и все, что купили. Ну, знаешь, у парней есть киты. Может быть, отталкиваясь от них, они бы решили, а вдруг... Но нет, мы живем, увы, в реальном мире. Это если бы, знаешь, бомба диффузилась от прикосновения одного, то может быть. Чтобы просто подбежать и тронуться, как в ладке, и все, бомба разди хуже нам, все нормально. Была тема, можно было выбирать поводок, если ты поймишь, потом перелезать. Если ты угадал, бомба не взрывается. Но, с другой стороны, для Диггн, ты знаешь, может быть, это даже плюс. Не засейвили три армора, даже получилось засейвить ФАМОС. Да, в случае, ну, если бы они их там потеряли, например, они бы делали полный эко-так. Они сделают вот эко, но засейвленными арморчиками. Это не самый плохой вариант. Мы видели раунды, в которых команда сейвила ФПТРОМ. То есть без единого минуса брался раунд. Да ладно, они могли сейчас сыграть эко и уже играть с пушками. Я не знаю, что они чудят. Ну, в общем-то, что-то делают ребята не так, как по мне. Ну, давайте смотреть дальше, австралийцы. Дигнитус, есть первый минус. Хорошо, конфиг минусует спунжа. Ну и серия разменов. Устила и Джейкос забирают оставшиеся датчан. Ну, посмотри, игрок номер 7, он же МСЛ, все еще находится на точке. Его вроде как не чекают за Б1 изначально, но Юсп в руках и близкая позиция не дали ему возможности забрать Джейкоса. А у Джейкоса, кстати, осталось 31 ТП. Знаешь, будь у МСЛ по 250 в руках, он бы минус сделал. Просто Юсп в ближних дистанциях он такой. Ну и бомба стоит. Кьербай вновь сейвит. Опять хороший вариант, у него есть киты. Сегодня просто показательный день, что такое Best of One. Честно, вот я... Не то, что там в обиду кому-то сказано, не полякам. Все заслуженно выиграли, все красавцы. Мне американская команда Displice. Все молодцы. Ну, честно, все-таки, согласитесь, Б1 такая вот опасная вещь. Рулеточка, рулеточка, да. Ну, тут вообще видишь еще в чем фишка. С Ренегейцами Дигнитус не играли почти, да. Да, ну, то есть мы можем вспомнить какие-то мейджеры, где они, может быть, встречались. Но, опять же, составы у тех и других были немножко иные. В Best of One команда пытается выйти на наиболее комфортную для себя карту, вычеркнув наименее для себя привлекательную. Дигнитус могут быть банально не готовы. Ренегейцы вот могли подготовить две карты. Ну, не все так просто. Конечно, они вычеркивают для себя привлекательные, но при этом понимают, что там нужно выбрать, там, убрать самые сильные соперника, несмотря на то, что ты вроде бы неплохо играешь, но если это топ-карта соперника, то, увы, лучше ее не играть. Ну, Ренегейц убрали оверпассы к облстоун, в общем-то, которые Дигнитус играют хорошо. А на остальных картах, я так понимаю, более-менее, там, Ренегейц могли играть. Опять же, даст и петел, ну, то есть Ренегейц, да, они там на предыдущем чемпионате европейском хорошем, они хорошо показали себя на дасте, они там, по-моему, не полк выиграли. А, по-моему, там как раз на Inferno с Непами был 15-15, вот то, о котором ты говорил, и черт знает когда. Да, было Best of 2 в этом фишках, понимаешь, да, поэтому там... Не так уж и важно. Да. Ну что, поехали, Ренегаты, куда же вы пойдете, парни? Давайте посмотрим, что готовится. Бомба пока что под окном, под домом. Вроде бы и Аплент могут моментально выскочить, потому что все позиции уже заняты. Но что с другой стороны? Глухая оборона Аплента просто зажалась команда Дигнитес. Решили, что все-таки одну точку будут отдавать. За счет этого, конечно, приходится агрессивно играть на банане. Ну и там как-то вот АЗР пытается воевать, напрягать парней и сгонять их с этой позиции, создавать видимость присутствия. Да, и это очень хорошо, ведь его тиммейты в количестве четырех штук аккуратненько, планомерно выходят на главку, наверное, с надеждой зайти на точку А. Пока АЗР будет как-то отвлекать на себя внимание. Да, нет, он уже пятый пошел. И он с банана уходит, Тенский занимает малые пески. Рискованное достаточно решение, если его закидают гранатами, и ученый все-таки не сможешь. И посмотрите, там под флешку вышли на бананы, уже идет четвертый игрок Хилпой. Успеет ли Ренегейтс атаковать 24 секунды до конца? Уже все понимает Дигнитес, что это будет Аплент. Уже готовы здесь, уже гранаты будут сами давать. Нам так и есть, Рубина смотрит шорт, атака пропускает одного, второму отдается АЗР. Отличная работа у Стила, более того, в песках находит Компига. Тюрьма палится, но у Тенский возможности забрать тюрьму не было. Игрок оттуда ушел в пески. И теперь знает, что он здесь находится. Да, пришел на помощь его тиммейт, но это просто ситуация 2 в 5. Уже с пятерки там со спины уже бегут игроки. Но нет, нет, и еще раз нет. Просто великолепный Ренегейтс. АЗР красавчик. Был на банане, создавал там давление на двух соперников, прибежал на А, и еще первым атаковал, дал опен фраг. Ну, браво. С 24 хп причем вылетал на Аплент. Да, и при этом Ренегейтс выиграли раунд. И при этом Дигнитас их ждали вчетвером. И знали, что атака будет здесь, потому что пятый уже был на банане в спине. А, да, там один стянулся. И австралийцы не потеряли вообще никого. Это просто жесть. Вообще никого не потеряли. Выходили на последних секундах на укрепленную точку. Я не знаю, для Дигнитас это беда. На самом деле это печаль. Ну и какие-то вот опрометчивые действия. Отчаянный Кьербай жмет ковры. Ну посмотри. Это может быть тот самый... К этому поджиму, да, к этому поджиму Джекис был готов. Вот только что, наверное, мы видели тот самый похоронный раунд, когда парни просто вот отдали то, что нужно было забирать. Когда ты знаешь, что будет выхода, когда ты вчетвером принимаешь точку. Последние секунды для атаки это тоже очень непростая ситуация. Атаковать вот при таком тайминге, где нужно бежать тачдауном, ставить бомбу. Ну и в общем-то все великолепно для атаки. Конечно, демоны. Просто. Вот знаешь, даже простой, казалось бы, момент. Дигнитас, по-моему, ковры никогда жать не пытались. Максимум там через бойлер, да. А тут, кто там Эзер, да, Эзер же сидел и ждал. Понимал, что ковры, скорее всего, будут пушить и пушить будут до конца. И делает, пожалуйста, минус спину по Кербайу. По единственному игроку с армором и девайсом. Да, и вот вернусь к началу матча, где говорил, что Ренегейтс выглядит более сконцентрированный. Вот парни ни на секунду не забывают ни про что. Весь, всю сторону там никто не пушил и не появлялся. Все равно сидит и ждет и дождался. Ну и, в принципе, 14 раунд, наверное, тому подтверждение. Ну и тут, честно, это больше на избиение похоже. Реально рвут сейчас Team Dignitas. 14-7. Это замечательный счет в атаке. При том, что нет предпосылок, да, которые нам бы сказали. Нет, у Ренегейтс пока вот просто пруха. Сейчас Dignitas добит комбэк. Dignitas в защите-то не показалось. Убили, по-моему. Убили? По-моему, убили пятого. Да, убили. Вот у Стила, вот он минус. Да, забрали еще и группин. Какая жестая проблемная история для команды Dignitas. Ну что же, на последний заходит сейчас бай. Ну и с верой в победу нужно собираться и тащить все-таки защита. Теперь уже про экономику можно и не думать. Просто нужно все подряд, каждый раунд, каждый минус, собраться и с болью протащить Ренегейтс. Но вы понимаете, что с другой стороны теперь уже такие мысли, что осталось всего два, ребятки. Да, ну Dignitas хороший бай. В предыдущем мы не делали эко. У них есть гранаты. Опа! Опа! Неудачная игра на банане от команды Dignitas. Пытаясь играть агрессивно, они полностью отдают точку B. Через секунду после этого Смоук летает на КТ. Джейкис забирает еще и конфиг. В той же позиции он сидел там в тупичке, ждал ковры. А тут парень по мидлу пробегал. Ну, здравствуй. Это просто изи. Ну и у Dignitas уже нет другого выбора. Они вынуждены идти, выбивать. Пытаются это делать с пушки. Слишком удачное решение. Слоу ХП пошел пушить Смоук. Понимая прекрасно, что кто-то в церкви будет с другой стороны. Собрал, убил там, по-моему, даже двоих игроков. Ну и понятно, что теперь Ренегейтс будет играть именно от этого. Джейкис нам вешает. Руби нам, ям забирает Тенский. 15-7. Матч. Поинт для Ренегейтса. Что так тихо? 15-7. Австралийцы рвут. Что, деньги поставил на датчанус? Признайся честно. Я? Нет. Нет. Скины? Просто 5 утра. 5 утра. Понимаешь? Поэтому мои эмоции после всего этого. Ничего страшного. Притуплены. Нет. Правда, Ренегейтс молодцы. Лаунж давал на них все 23%. Коэффициенты ЕГБ сейчас тоже, может быть, выведут. Понятно, никто. Я в том числе. Я просто не верил. Я не могу поверить, что команда Дигнитас, играющая так хорошо на протяжении последних месяцев, может так вот в легкую проигрывать Ренегейтс. Это были 3 умопомрачительных матча. Один из них еще не закончился. Я ребятам сказал, ну куда вы меня посадили? 3 матча, где все понятно изначально. И в 3 матчах просто на, на, и вот еще раз практически на, если Ренегейтс заберут этот раунд. 4 фамуса. Конфига есть, диффузы... Ой. Диффузы только у Конфига, ну да, может быть и достаточно. Может быть, но... Вряд ли здесь они уже понадобятся, зная, что ты или все, или ничего, по-моему. Согласен. Может быть, мы просто недооцениваем австралийцы в очередной раз. Мы их не особенно после вот смены состава против европейских конкретно команд видели, да, участвовали там в основном только на локальных турнирах и вот на азиатском майнере. Все, снова повторю, Петрика, Хавака убрали, все нормально, игра налажена, посмотрите, 15-7. Итак, флешка, прощек от Джекиса, рубина не палится, очень хорошо. Он битый, он битый, у него 39. Просто, просто куда-то отправить один патрон этому парню нужно, и он погибнет в коврах. Ну что же, пошел выход, смотрим дымы. Минус конфиг, минус от МСЛ, а второй от МСЛ, а также влетает у стила, только с одним разменом играет бомбой на главке. Падает вариантов здесь у Видерни Гейтс. Немного хорошая приемка от Дигнита с Джекис Ласт. Ну, не знаю, или попытается кого-то отстрелить, хотя это не особенно полезно, ведь деньги у Дигнита будет сейвить. Так, ну что, парни, еще 7. Причально это звучит, вот честно говорю. Ну как-то, я просто уверен, что как-то, уверен на 99%, что как-то Ренегейтс заберут этот один-единственный раунд. Ну так все замечательно получалось, правда сейчас вот что-то... Должны, ты посмотри, сколько у них денег. У них денег хватит до второго пришествия. И особенно, если они будут ставить бомбу, проигрывая раунды. У Ренегейтс все еще нормально. Более того, они могут взять тайм-аут. Просто Б, все раунды Б и все. Сейчас тоже как-то на А пошли в какой-то замес. Первый раз играли Тим Дигнита с более-менее агрессивно там на точке, чуть-чуть подпушили соперников. И в принципе у них там все получилось. До этого они все-таки довольно пассивно защищались. Но мы видим, что в очередной раз все-таки, возможно, это будет Аплэнд. Снова все тот же раунд. Молотов, второй Молотов, опять же, чтобы законтрить вот этот пушик команды Ренегейтс, лишить их таймингов, немножко подгорает Эйзер на целый один хеллспоинт. Там не пошел выход, опять же, Рубина на козырьке играет, его должны были забирать. Но Рубина сделал еще и минус по спунже Эйзера. Вроде как и забрал Эймаселя, но конфига законтрить не удалось. Джейкис отлетает. 4 в 2, опять же, неудачный выход на А точку. Нестандартная позиция. Да какая у насандартная позиция? Такие игры нужно просто тушить. Б, 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 Б и еще раз Б. Ладно, это мое личное мнение. Но на самом-то деле, сейчас мы можем попасть в очень интересные, классные раунды от Тим Дигнитас. И пока все-таки Ренегейтс не покажут волюшку, реально можно до тайбрейка доиграться. Можно. Можно изи. На самом-то деле, Дигнитас такая команда, особенно сейчас, которая не отпустит. Они могут камбэйчить, они это уже доказывали. Кстати, согласись, вот здесь вот эпизод был, да, вот вроде бы увели прицел Рубинию и должны были убивать первыми игроки атаки. Да, должны были. Рубина просто сейчас сыграл хорошо, ему, конечно же, повезло. У нас там какое-то приключение на другого игрока произошло, и уже Рубинию минус 1, минус 2, и все, все шикарно. А вроде бы первый увел прицел, все шикарно. Там как раз чей-то дым или флешка, она вот именно все остановила. Тоже там очень нужный момент по игре был. О, подождите, мы еще тут, видимо, поборемся, если почекаем тюрьму. Рубина, Рубина не чекает, опять же, тюрьму чекают крайне-крайне редко. Посмотри, Рубина, как справляется. Квадрокилл в этом раунде от норвежца 15-9. Но у Ренегейт все еще будет достаточно денег. Это хорошо, но Рубина сыграл по-царски. Молодец. Хорошо, два отыграли. Смогут ли еще парни немножечко попыхтеть? Все-таки еще надо тащить, тащить и тащить целых 6 раундов. Тим Дигнитас. Вообще, знаешь, я заметил, тюрьма на Апленте очень коварная позиция. Вроде простая, вроде в нее должны смотреть, но смотрят туда не так часто, как хотелось бы. Иногда, я вспоминаю Адрена на Майнере, по-моему, когда он из тюрьмы сыграл, тоже очень-очень классно сделав там два минуса, просто вытащив. Потому что они третий раз повторяют раунд. Смотрим, тот же самый, через дефолт, только на этот раз еще быстрее. Один ковры, трое, есть опен фраг, вот это очень важно. Забрали Рубинью 5-4, тут уже могут это давить. Здесь всего два игрока защиты остается. Тенский забирает одного, GKS, Ганфик последний борется на Апленте, но дает минус два. И со спины уже хилпа пришла. Да, Масель также жмет спину, однако из песков Устила его все-таки находит, забирает моментально. У Кьербая неплохая позиция, в коврах даже хорошая. Не знаю, насколько его там будут ожидать, ставка все-таки больше на шорпе. Ай-яй-яй-яй-яй, какой момент печальный, но тем не менее Кьербай дает минус. Ям ставит жирную точку, Австралия ликует, довольны парни. Ну и, пожалуйста, третий подряд жесткий результат. Молодцы, красавцы. Австралийцы сейчас сделали действительно очень важную и интересную работу. Они выиграли Дигнитас, Дигнитас нового состава, который, как мы неоднократно отмечали, показывают в последнее время классные действительно результаты. Дошли даже до финала GKS призовым в 200 тысяч долларов. Это уже сам по себе результат. Так вот, неожиданно, команда Дигнитас оказывается в нижней части сетки. И вот сейчас бы, ну, я просто считаю необходимым Гамбитом победить. Просто им нужно побеждать сейчас и завтра спокойно выходить на мейджор. Давай, Гамбит, даешь нам суперкатку. Все-таки непростой матч против Cloud9. Прям ты как? То есть ты думаешь, что там вот вообще будет так просто? У Дигнитас не получилось, у Гамбит точно получится. Да нет, конечно. Сто процентов. Хотелось бы просто очень сильно, чтобы у наших ребят что-то получилось. И чтобы они попали в топ-16 лучших команд мира. Попали на мейджор с таким первым большим призовым фондом в мире Counter-Strike Global Offensive. Ну, об этом будем говорить уже после следующей игры. Есть у нас студия аналитики. Ребята, которые живут просто с цифрами, со статистикой. И Петрик Спит с тетрадкой просто в обнимку. И записывают вечно туда очень важное. Там у него вся жизнь расписана, наверное, просто. Согласен. Давайте послушаем их. Передаем слово нашей студии аналитики. И, в принципе, еще увидимся. Последний матч на сегодня. Но крайне важный. И, наконец-то, мы его дождались. Егейминг Бэтс. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Дота 2 и Хардстоун. Counter-Strike и StarCraft. World of Tanks и Лига Легенд. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит.